Друзья мои, приветствую вас на своем канале. Я Зоя Клемек, психолог, астропсихолог, астроаналитик, литератор. Итак, сегодня, дорогие мои, я хочу сделать материал, посмотреть человека. Это даже не человек, это человек какой-то с рогами, с клыками, Олег Соколов. Это историк СПБГУ. То есть вот я просто сейчас открыла новости, вечером 9 ноября доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов признался, что убил и расчленил свою студентку, с которой встречался больше года. Друзья мои, это ужасно. Поверьте, я вообще не понимаю, как такое может быть и вообще, как такое возможно. Ну, убить можно еще, всякое бывает в жизни, но вот то, что совершал этот человек, это ужасно. Давайте я немножечко, немножечко, не немножечко, как получится, я хочу посмотреть этого человека. Поэтому где-то какие-то паузы, где-то что-то, они, конечно же, будут, потому что я буду давать характеристику этому человеку вживую. Ну, давайте так, сразу же скажу, это человек безнравственный. Это человек безнравственный, аморальный, человек, у которого грань между добром и злом, она полностью отсутствует. Об этом могут сказать те люди, которые с ним общались. Это однозначно, сейчас начнут говорить многие. Человек достигает своих целей любыми путями, неважно, какими. То есть он считает, что победителей не судят. Это его лозунг. Что касается такого психологического состояния, то это человек со знаниями, он пришел в этот мир со знаниями. Кстати, астрологи – это знак зодиака рак. Итак, это человек, который шел к тому должности, давайте вот так я скажу, по головам. И это я вам скажу честно, дорогие мои, я уверена, что я сейчас дальше еще посмотрю, я буду матрицу смотреть, вот так вот вживую. Это человек, который шел или идет по головам к своей, вот этой вот, на эту свою вершину. Все средства хороши, он считает. И если копнуть, вот сейчас, если следствие займется, то найдут не только руки и ноги, но там будет, простите, это свое кладбище у этого человека. Этот человек сам по себе трусливый, злобный, одновременно, то есть и все вот это. Он пожирает падаль, ну, я имею в виду в таком переносном смысле, это падальщик, но не только падаль. И он всех поедает, он поедает всех тех, кто ниже его ростом. Я имею в виду в социальном плане, то есть по значимости человека, чего человек достиг в этой жизни. Вот такая подлая черта, то есть именно у него, вот это его внутренний такой мир. И я уже постоянно говорю, каждый человек имеет знания, он приходит в этот мир со какими-то знаниями. А этот человек, у него нет границы между добром и злом, у него очень большие способности черномагические. И чем дальше он по жизни шел, а ему уже, по-моему, там 63 года, то есть это его некий такой завершение. Я хочу также обратить внимание на то, что очень много людей уходят не совсем красиво. Посмотрите, сколько скандалов, сколько людей делают такие непонятные для нас вещи, что просто-напросто диву даешься. Это говорит о том, что мы сейчас стоим на рубеже, вот на этом переломном. На какую сторону ты идешь, направо, налево, как тебе удобно. Давайте не забывать того, что каждый человек выбирает свой путь. И он очень часто выбирает свой путь, исходя из тех накоплений, из тех опций, которые у него есть. Есть люди, которым не нужна ни слава, которым нужны деньги, и то их может быть немного. Но это не касается этого человека. Вот вы знаете, вот это просто-напросто. Если говорить о духовности, ну, что такое духовность? Это отношение к социуму, это отношение вот к тем же его студентам, по-видимому. Это отношение к его окружению. То это человек, который в руке сжимает золотые монеты, часть которых, конечно же, падает сквозь пальцы. И этот человек склонен переоценивать значимость вот этих материальных благ. К сожалению, очень многие так делают. И рассматривая именно его как такого человека, то есть человек, я не удивлюсь, и я просто утверждаю, и я рекомендую правоохранительным органам проверить его на причастность изымания денег у студентов за какие-то, возможно, экзамены или еще за что-то. Потому что человек вот таким вот образом просто держит в руках деньги. Этот человек жадный до богатства. Он ничего не делает просто так, поверьте. Каждый его шаг, каждое его движение – это деньги. Что касается молоденьких девочек, вообще женщин, студенток, то, милые вы мои, сколько ж вас плакало в подушку, сколько ж переступало через себя. И поверьте, это не стоит вот этого вот обаяния. Ну а я скажу такую вещь, что дьявол, он навсегда умеет быть красивым и привлекает, завлекает в свои сети. Я очень рада, что так случилось, что его взяли, потому что это говорит о том, что мои хорошие, особенно те, кто вот там внутри чист, и кто вопрошает иногда в небеса, когда это кончится, милые мои, это уже звонок для тех, кто живет точно так же. У него есть друзья. Ну это друзья, знаете, такие в кавычках. Это больше сообщники по кошельку. И, конечно же, вот эти сообщники по кошельку, они сейчас, знаете, как вот таким вот кругом выстроились вокруг этой ситуации. Они будут всячески где-то, может быть, что-то… Они будут себя сейчас обелять, они сейчас будут перекладывать на него вину где-то. Ну а в целом это будет некое такое, знаете, вот это кольцо будет, начнет сжиматься вокруг вот этого вот института. Да, там начнут какие-то будут изменения, но суть не об институте. Там, если говорить об институте, то я говорю, что все, кто с ним дружил, это друзья по кошельку. То есть все те, кто так или иначе мог зарабатывать. Что случилось? Случилось простое, что именно вот эти… А, самое интересное, друзья мои, что золотые монеты – это не только деньги, да, но в частности вот девочки. Матрица указывает на человека, который страдает от ограниченности своей среды. То есть вот эти вот рамки института, вот эти вот его изучения там Наполеона, вот эти вот выезды, вот это его как бы сфера, вот это ему нравится, но и этого ему мало, ему надо больше. По жизни он выбрал профессию, похожую, как у своих родителей. Вот, кстати, я не знаю, кем работали его родители. Я думаю, что скоро это все будет в интернете, и мы познакомимся, то есть узнаем больше. Очень тяжелая консталляция, безнравственность, аморальность, сексуальные извращения. Он не гнушается, не гнушался. Вот просто буду в прошлом времени. Господи, спасибо тебе. Ну, девочка знала, куда шла, поэтому я ее просто не хочу трогать. И я понимаю, что дьявол всегда нравится, и дьявол искушает. И девочку, если... Ну, вот посмотрим, пока не хочу я ее смотреть. Путает добро и зло. Кстати, вот даже, друзья мои, даже если бы у него вообще все было, вот хорошо его не словили, ему удалось бы, он бы все равно попался, потому что он как человек, как мужчина, он свою энергию уже начал терять, и у него осталась энергия только, знаете, какая вот, такого вот управителя. Но для него, как мужчины, они поймут, те мужчины, которые начинают терять сексуальную энергию, они начинают чувствовать некий такой спад иногда и продвижение себя по службе. Ну, имеется в виду в науке. То, что человек не гнушался, и половина его, большая половина, все, что там у него, какие-то ученые степени, это не его, это однозначно. И самое ужасное то, что ему не объясните, что хорошо, а что плохо, потому что он этого не понимает. Он, у него совершенно другое представление по по пользованию социумом, да, по пользованию тем, кто есть. Он считает, что каждый студент, каждый человек, который, ну, так как он все-таки историк в институте, я буду использовать вот этот сленг. Я уже сказала, что он выбрал по жизни, я говорю об Олеге Соколове, и вот этом вот ужасном человеке, который совершил чисто петербургское, да, убийство по Достоевскому. У него, кстати, несерьезный характер, у него очень большая страсть к путешествиям, кстати, к спорту у него есть задатки, ему это интересно. Здесь однозначно продвижение темных сил, это тот случай, когда, говорят, человек отдал душу или продал душу дьяволу, то есть он ничем не внушался, то есть вот просто отсутствует грань между добром и злом. Друзья мои, чем больше вы будете смотреть ролики, фильмы о животных, тем больше вы будете познавать вот этого человека. Это полная противоположность. Вот животные – это ангелы во плоти. Но он был актером по жизни, он был актером в жизни, поэтому вот такой вот у него и финал. Я должна сказать, что ему очень много темной силы приносили, вот так вот подавали. Что касается девочек, студенток, вы, мои хорошие, вы меня простите, вот смотрю прямо в глаза, каждая, каждая, кто с ним встречался, кто с ним работал, кто каким-то образом был завязан на каких-то отношениях, студентка, преподаватель, может быть, он был каким-то руководителем или еще что-то побывало в его постели. Вы меня простите, пожалуйста. Это, конечно… Ой. Ну, что касается фортуны. Фортуна у него, знаете, как фортуна дьявола. Дьявола, во-первых, непостоянен, капризен, легко все бросает, потом начинает снова. Вот, знаете, неуравновешенный, неадекватный человек. Негативные такие вот… Вообще он создавал негатив, но вот этот вот негатив, который от него исходил, это видели очень многие люди, но ему об этом говорили только единицы. И это были те люди, которые, знаете, как всегда встречаются вот темная, светлая сила, вот так вот, лоб в лоб. Поэтому я уверена, что у него были противники. Их было немного, но они были. Проблема в том, что все друзья, которые у него есть или были в его институте, где он работал, это друзья по кошельку. Поэтому, конечно же, очень много… Вы знаете, стоп. В свет появится через какое-то время книжка. Ой, да, 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 да. Появится через какое-то время материал, кто-то напишет о нем, кто-то расскажет вот об этом, вот это вот все. Это, скорее всего, что кто-то будет из тех, кто не смог встать во весь рост и сказать, простите, вы дурак, и я ухожу, мне не важно. Но вы знаете, что очень многие, и особенно ученые, они держатся за свое место. Но книжка будет, будет какое-то воспоминание и, возможно, даже будет снят фильм, но речь не об этом. Но держите, насколько быстро это произойдет. Немножко его, когда вот этот весь уже, как говорится, как сказать, этот селок захлопнется и его посадят, то я хочу сказать, что вот это вот все, так как я вижу, общественность, она возмущена, вы знаете, вот такое черное, вот такое, как свет, вот иногда фонарь светит. Но в институте все хорошо, в институте, знаете как, честь мундира, там у них все хорошо. Во-первых, это человек, такой, знаете, он усердный в групповой какой-то деятельности. Это человек-дьявол, которому удавалось все благодаря именно вот этим темным силам. Он очень хорошо кормил вот эти вот сущности. Матрица указывает на взлет и падение. И, друзья мои, по матрице у него идет опасность утонуть, кстати, или же испытать кораблекрушение, то есть если бы он куда-то поехал. То есть вот если бы чуть-чуть его не выловили, да, вот буквально каких-нибудь минут 15, то он бы утонул бы и было бы, наверное, ну мы бы не узнали. Ну, опасность преступления у него есть, то есть даже опасность совершить преступление. Есть у него указание, что он может быть убийцей, и он оказался им. Это, знаете, такой вот ястреб, как их называют, перепелятник. Это хищная птица, поэтому убил он. Он много, у него есть свое кладбище, где словом, где делом, где поступком, где предал, где подставил, где заложил. Поэтому этот человек был жутко амбициозным. У него по жизни желание было, кто мешал, да, или где-то на его взгляд человек, который мог ему причинить какое-то, какие-то неудобства, желание затоптать, заклевать. Но он никогда не успокаивался достигнутым. Я могу сказать, что он даже иногда мог прослеживать своих жертв. Вот, например, если кто-то где-то уходил, он еще и дальше его наблюдал за ним и пытался все-таки еще делать гадости. Поэтому человек внутренне агрессивен, человек подавляющий и проявляющий свою агрессию в неких таких театральных. То есть это человек-театр. Он, кстати, он мог, он даже иногда не осознавал, что он, например, уже в каком-то приличном заведении или где-то среди людей. То есть это человек, который играл. Он думал, что он справится. Но у него в матрице есть указание опасность утопления, опасность кораблекрушения, есть у него еще опасность самоубийства и у него есть опасность дурковатости. То есть я могу сказать, что человек просто-напросто может избежать наказания, его помогут признать невменяемым. И это будет, знаете, как самым большим достижением его будет это, вот это убийство. Через какое-то время мы узнаем некие такие подробности отношений или же его работы в этом институте кто-то сделает книжку, что-то выйдет, в свет появится, но в старости этот человек будет одинок, нелюдим, но и сумасшествие, конечно же, ему обеспечено. На этом все. С вами была я, Зоя Племек, психолог, астропсихолог, астроаналитик, литератор. Продолжение следует...